Дорогие друзья, мы приветствуем вас уже на третьем эпосод Чайков Паркиаст. Сегодня мы хотим продолжить эту тему, которую мы начали в прошлый раз. Мы хотим также поблагодарить всех вас за ваши комменты, за отклики, за то, что писали в личные сообщения. И поэтому сегодня мы дальше будем говорить об этой теме. Приветствую, дорогие друзья. На самом деле продолжаем уже второй подкаст на тему нарцицизма. И это не про цветок. А если и цветок, то ядовитый. Токсичные личности, которые способны на подвиги и представляются окружающими знаковыми личностями, являются на самом деле жестокими абьюзерами. Да, и еще и трусами, поскольку они всячески прячут вот эти все моменты абьюзерские свои и не хотят, чтобы это вышло. Абсолютно. Да, если и любят свою жертву, то не как личность, а как вещь. Точнее, они даже не способны на любовь настоящую, поскольку там должно быть глубокое проникновение в сердце, не знаю, мысли, личность другого человека. А это больше восхищение. Восхищение другим ради восхищения себя самого. Конечно, да. Жертвы нарциссизма, они обычно представляют собой какое-то вот, получается, они улучшают имидж нарцисса или как-то помогают ему или ей выглядеть лучше в окружающей среде. Правильно, они стараются окружать себя теми людьми, которые будут способствовать этому процессу. Конечно. Ты знаешь, о чем я подумал? Мол, вот наша реальность сегодня не про ценности. Вот все, что мы видим на интернете, да, везде картинки, это вот чтобы хотеть. Хочу, 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 и вся реклама направлена на то, что вот у меня дом, а вот у меня машина, а вот я на отдыхе. Вызвать желание. Конечно, социальные сети тоже вот. Абсолютно. Вот это все-все-все направлено сюда. В этом смысле мы вступили в нарциссическую эпоху. Вот почему нам нужно говорить то или об этом, о чем мы, собственно, и говорим. Ну да, и плюс вот исходя из отликов, которые мы получили, это очень большая и реальная проблема. То есть многие-многие люди страдают этим, и это выявилось от тех сообщений, которые мы получили. Ну, на самом деле, мы входим в эту эпоху нарциссов. Может быть, стоит нам коротко пройтись по вот этим главным пунктам? Вообще, кто такой нарцисс или кто такая нарцисска? В классическом понимании, да? Ну давай вот просто перечислим через запятую девять основных характеристик. Это грандиозное самомнение, это поглощенность представлениями о собственной значимости, это завистливость, это потребность в восхвалении, следующее – это вера в свою исключительность, далее уверенность в том, что у них, нарциссов, есть особые права по сравнению с другими, далее потребительское отношение к окружающим, высокомерность и надменность, и, наконец, отсутствие сочувствия или эмпатии. Это такое вот общее касательно характеристик. Да, ну мы вот в прошлом подкасте говорили, что у многих людей может возникнуть вопрос, «Являюсь ли я нарциссом?» Самодиагностика, вообще как это все работает? Ну поскольку, собственно, нарциссы редко или вообще почти не попадают к психиатру, они не верят в том, что они страдают этим расстройством личности. Они вообще не ищут никакой помощи для своей проблемы. И не нужна помощь, да. Психиатр, пастор, психолог, вообще любой специалист, они полностью отвергают, поскольку они не видят никакой проблемы. Собственно, у них вина в ком угодно, в том числе в жертвах, но только не в них самих. Поэтому их нарциссов диагностируют по свидетельству их жертв. Жертва рассказывает. Ну и специалисты, собственно, верят жертве, поскольку вот человек пришел, мужчина или женщина, пришел, пришла к психологу или к психиатру и вот раскрывает. Там верят. Это, кстати, то, чем нам нужно будет вооружиться, пасторам, душепопечителям церкви, вооружиться вот тоже вот этим доверием. Проникнуться сочувствием к жертвам и верить им. Конечно. Кстати, насчет вот всего этого, ведь даже многие специалисты, они попадают под вот этот эффект нарцисса. И даже не все специалисты в этой сфере, они могут помочь жертве. То есть это то, о чем говорится все больше и больше, что именно с этой проблемой нужно быть очень аккуратным, чтобы тебя тоже не смело вот под вот этой волной, как говорится, нарцисса. Мы все рождаемся вот как раз таки с этими бесконечными требованиями к собственной персоне. Понятно, что ребенок, он кричит, и просто весь мир должен крутиться вокруг него. Но вот проблема нарцисса в том, что они задержались на этом этапе. Они просто не перешли в следующую фазу развития личности. И поэтому вот самодиагноз или самоанализ, как бы здесь можно было... Я хотел бы, собственно, чтобы мы прошли здесь по некоторым чертам, для того, чтобы определить, где мы сами и кто вообще перед нами, если это муж, жена или родители или дети. Ну вот, парадоксальность мышления. Ты не можешь понять смену настроения. То есть вот сейчас он тебе признается, что он тебя любит и просто готов звезды снимать с небосклона. Через пять минут – это просто жгучая ненависть. И такие женщины, они просто, ну, разум отказывается понимать, что это. Ну, там логики нет. Нету, да. Просто там отсутствует промежуточная часть. Вот есть только белое и черное. И все. Вот где-то какой-то триггер включился. И вперед. Еще. Грандиозность. Ему завидуют все. Все смотрят на него. Он важный. Отсюда подарки, с одной стороны, за тысячи долларов. Там какое-то, знаешь, редкие вещи какие-то. Это сотни цветов. Иногда это мелькает, правда? Там просто вот там сто, двести, не знаю, вот все. Это такое впечатление, кстати, производит мощное. И все для того, чтобы им, нарциссам, восхитились. Сюда можно отметить для самопроверки, для оценки того, кто перед тобой. Это пафосность. Что такое пафос? Ну, как бы мы сталкиваемся. Как бы в этом нет ничего плохого. Но если пафосно говорят с близким человеком, то это заменитель искренности. Ну, мы никогда не говорим, близкие люди, правда? Я тебя хочу вот сейчас, знаешь, вот во имя всего там значительно. Ну, мы так не говорим. Даже тон у нас не такой, правда же? Да. Непредсказуемость, которая тоже присутствует у нарцисса, и которая, в общем-то, может присутствовать у нас также, где-то мелькать, да? От того, что отсутствует, опять-таки, вот эта связь между какими-то событиями, между информацией, между словами, непредсказуемой. Этот человек, и мы можем где-то угадывать, усматривать эти черты, в том числе и у себя, всегда над людьми. Здесь ему помогает богатство. С помощью богатства эти люди, мы ничего против богатства не имеем, но вот для этих людей, нарциссов, и где-то мы можем увлекаться всеми этими вещами, стать над людьми с помощью богатства. И ощущать, что у тебя власть тоже, кстати. Власть вот-вот над людьми, и вот тогда уже достигается эта цель. Это, получается, подпорки для вот этой заниженной самооценки. Абсолютно так. Нереалистичное представление о людях, потому что присутствует нереалистичное представление о себе. Себя не ощущает правильно, понятно, и людей тоже не может. Уже внутри сдвиги есть, и поэтому... То есть вот эти вещи, если мы что-то у себя, какие-то отголоски находим, потому что есть серьезная патология, мы ее перечислили вначале, да, а есть вот что-то такое мелькает, чтобы знать даже, что с этим делать. Преувеличивают свои права. Я имею право. А права — это... Ну что значит права? Проверить телефон другого человека, пусть близкого. Но ведь там, где заканчиваются наши свободы, там начинаются свободы другого человека. Вот просто так вторгнуться, даже если это близкий человек, муж, жена или дети, вот прийти и все-таки взять и проникнуть туда. С одной стороны, мы можем это оправдывать тем, что мы заботимся о близком человеке, но на самом деле мы нарушаем личные права. Если это делается, но это такая знаковая черта нарцисса, и себя нужно обуздывать и контролировать, чтобы самому не заходить на эту территорию, поскольку это точно не наше, это не соответствует здравому представлению человеку или о человеке со стороны других. Зайти в комнату, какие-то личные вещи проверить. Может быть, это существует, когда, например, есть какие-то отклонения серьезные в сторону греха. Может быть, это и делается. И делается, да? Но в обычной жизни и системно это ненормально. Это уже как раз-таки нарушение тех свобод, которые подарены Богом в самом начале. Вот дал свободу. И причем даже, кстати, свободу действия. Сказал, что от всякого дерева можете есть, вот от этого не ешьте. Очертил эту свободу. Что еще? Параноидальность, нужно выговорить. То есть им хотят навредить, у них хотят забрать мужа, жену. То есть какие-то бредовые совершенно идеи. Сплошные заговоры вокруг. Это не обязательно какой-то мировой там заговор. А вот вокруг него, вокруг нее крутится что-то. И вот отсюда гиперувеличенная подозрительность просто потому, что ожидание постоянного вреда, который тебе там кто-то хочет нанести. Конечно, ничего подобного нет. Эти же люди, и мы где-то можем этим вещам учиться, поскольку нарциссизм это не только на генетическом уровне, это еще приобретенное расстройство личности. То здесь вот это вот перебивать в разговоре. Когда специалисты считают, что вот вы собираетесь на какой-то концерт пойти, да? И вам просто ломают планы. Вот так, через колено. Просто ломают, и исходя из каких-то соображений. Проверка любви. Да, проверка любви там или еще чего-то, верности, не знаю. Вот это поломали. Подозревая в чем-то, да? Ревность к другим людям. Кто-то подарил вам цветы, и он, ваш нарцисс, просто сдулся. Это вот то, что мы можем видеть. Мы просто опять-таки проговариваем и системно выстраиваем то, о чем мы отчасти уже говорили, но мы идем дальше. И для того, чтобы просто смотреть, что происходит с нами самими. Да. Ну, давай тогда больше поговорим о самой личности нарцисса вообще. Какие признаки есть вот в расстроенной личности? Мы как бы продолжаем двигаться в этой теме. И как бы то, что уже может присутствовать точно не у нарциссов, но это расстройство личности наверняка. Вот давай просто посмотрим на четыре характеристики. Мы просто как бы расширяем тему, да? Вот первое. Он всех обвиняет, все делают не так. И это будет сквозить просто в разговорах, в репликах, ремарках. Вот не то, не так, не там. И это будет везде. И на кухне, и где-то в каком-то кругу друзей. Вот это вот первое. Все делают не так. Первое. Первый признак, который, это знаешь, такой колокольчик, который где-то должен уже насторожить. А второе, у него на все свое мнение, что в общем-то нормально, слушай. Правда же? Когда у человека нет мнения, мы говорим, это плохо. А тут свое мнение. Но вот на все свое. Это вот линия, которая проходит, и она вот нигде не совпадает. Вот просто сам. Да, здесь свое мнение чисто ради того, чтобы иметь свое мнение. То есть здесь не зависит от того, это решение, правильно или неправильно. Понятно, что если толпа идет, как говорится, не туда, нужно иметь свое мнение и идти в обратную сторону. Но если все идут правильно, и есть куча доводов, что идут правильно, то нарцисс в этом случае назло просто сделает другое, просто чтобы отличиться, что он, как говорится, или она, независимый мыслитель. Вот так вот, да. И более того, он или она лучше других знают все обо всем. Конечно. Вот подчеркиваю, превосходство. Третье. Он или она спасает мир. Вместо Бога. Ну уж, прошу прощения, лезет со своей помощью и советами, когда его не просят. В этом смысле я вспоминаю высказывание Платона, философа. Он говорит, чем отличается глупый человек от умного. По двум признакам. Первое. Он говорит о вещах несущественных. Второе. Он дает советы тогда и тем, ну тогда точно, когда его не просят. Ну и, соответственно, тем, которые его не просят. Что касается вот этих признаков расстроенной личности, то здесь можно было бы сказать, это просто глупый, но личность уже расстроена. То есть, со своими советами, так сказать, претендует везде, вот вы лучше так сделаете, лучше так сделаете, уже расстроена личность. Мы не будем говорить, что это вот нарцисс, я специально отделяю в этом ответе, что вот, но это уже расстроена личность. Уже здесь необходима терапия. Ну и четвертый признак расстроенной личности, это реагирует на определенные раздражители. Это не обязательно будет, ну скажем, все и везде и всегда, но есть то триггеры, которые будут просто его выводить из себя. Вот что-то. И в этом смысле необходимо выявить эти триггеры и как-то работать с ними. Но, как бы, завершая этот ответ, я хотел бы сказать, что популярная психология утверждает конец коммуникации, конец отношений. То есть, если ты уже никак не можешь говорить с мужем или женой, или вот с твоими близкими людьми, ну заканчивай отношения, может быть, сотрудники на работе. Христианский взгляд, вот такой человек, о котором мы говорим сейчас с расстроенной личностью, это кандидат на душепопечение. Ну, вот исходя из всех сообщений, комментов, многие молодые люди писали и делились переживаниями о том, что вот их, там, молодой человек или молодая девушка, ну, есть большие переживания, что, возможно, вот он или она нарцисска. И вот какие вот есть моменты или рекомендации, которые мы можем поделиться с молодыми людьми, вообще, как распознать нарцисса или нарцисску и не попасть в эту крайне нехорошую ситуацию? Это очень важный момент. Дело в том, что на этом этапе подготовки к браку, и когда вот молодые люди, ну, захвачены друг другом, да, или, как мы скажем, увлечены, вот, наверное, более точное слово, здесь достаточно сложно разобраться и определиться, потому что присутствует влюблённость, очень сильный фактор, правда? И на этом этапе так общепризнано, что не всё можно увидеть. Ну, вот я хотел бы предложить четыре рекомендации для того, чтобы проверить своего избранника, девушку или юношу на предмет нарциссизма. Первое. Попробуйте восхититься другими людьми. Похвалить кого-то. Похвалить. Да. Слушай, какой хороший, например, проповедник, а у тебя твой жених, он проповедник, да, вот этот самый нарцисс. Нарцисс не перенесёт, у него будет болезненная реакция. Он скажет, как? Да нет, он там, не знаю, неграмотный или очень грамотный, или что-нибудь скажет, да. Или восхититесь каким-то, если ваша невеста, например, поёт, ну, восхититесь другим человеком, мужчинам или женщинам, которые поют, и скажите, как хорошо спел. И посмотрите на реакцию. Очень хороший тест. Второе. Возражения. Нарциссы не терпят возражений. Это тотальный контроль над личностью, над своей жертвой. И всё начинается, как мы говорили в первом выпуске, с того, что он очаровывает эту личность. Затем, когда она уже подчинена эмоционально, тогда полностью устанавливает тотальный контроль, где ты есть, где ты есть, и так дальше. Так вот, не терпит возражения. Попробуйте возразить. Ещё до брака. До брака, естественно. Попробуйте возразить. Если, ну, скажите, нет, это не так. Ну, вот, ну, просто вот, даже пусть это будет какой-то искусственный момент, ну, создайте этот касс такой, да, при котором вы выскажите возражения и посмотрите на реакцию. Нарцисс, он не переносит. И обычно нарцисс сохраняет свою маску вот какого-то гениального человека, совершенно там вот необычного, сохраняет до конца. Имеется в виду, до какого конца? Пока не подчинит. Если речь идет о браке, пока брак не состоится, потом можно срывать уже маску. Собственного лица. Но если вы возразите, причем твердо возразите на что-то, вполне возможно, что маска слетит раньше времени. Сорвется. Да. Третье. Это перепад ценностей. То суперсвятой, то присутствие пошлости. Вот это мы тоже встречаем. Скажем, вы говорите, если вы девушка, и вы говорите с молодым человеком, ну, который вот с вами, он сделал предложение, возможно, вам уже, и вы идете к браку. И вот там будут высказывания, там будут, скажем, какие-то очень восторженные слова о Господе, описания о том, что нам нужно быть божьими людьми. Но где-то вдруг вы заметите по социальным сетям или каким-то другим образом вы заметите присутствие, ну, просто пошлости. Или послушайте там на плейлист, посмотрите, что он слушает. Возможно, это песни будут. И вот этот контраст между суперсвятостью и просто чем-то граничащим с пошлостью, или сугубо низменными, просто мирскими какими-то вещами, это будет признаком того, что там цельности нет. И, скорее всего, перед вами нарцисс. И четвертое. Я хотел бы немножко добавить к этой части. Да, вот это суперсвятое, то пошлость. Очень часто нарциссы используют Библию и Слово Божие. Ну, тут уже кощунственно. И используют вот там какие-то определенные правила, суперсвятые, для того, чтобы просто манипулировать своей жертвой и говорить, делай то, делай это. А когда ему или ей удобно, то эти все правила, они забываются, и о них никто не помнит. То есть, как инструмент манипуляции. Да, именно. И это очень страшно, поскольку... Страшно. Слово Божие. Это, да. Да, да. В этом отношении это что-то близкое к святотатству. То есть, такого очень, да, близко к кощунству, к попиранию святого, когда человек использует Божью святость в своих корыстных целях. Да, здесь даже не просто вот просто я не верю в то, что я говорю. Здесь получается, я не верю, и еще и всячески выкручиваю Слово Божие под свои какие-то определенные цели. Ну, вот четвертое, относящееся к этим рекомендациям, рекомендации, которые мы бы дали сегодня молодым людям, это отношение его или ее к другим людям. Кажется, мы вскользь об этом говорили в прошлый раз, в нашем предыдущем выпуске, что высокомерие, это четвертый признак, по отношению к другим людям. Вас он или она очаровывают, а к другим, поскольку они себя позиционируют очень высоко, они вот какие-то вот такие над людьми, как уже говорилось, то все ниже. И к ним можно относиться просто как, ну, к людям низшего сорта. Ну, возникает вопрос, почему некоторые люди становятся нарциссами, а некоторые даже из одной и той же семьи бывают, одно и то же детство, но не становятся нарциссами? В чем разница? И это несмотря на то, что дисциплинировали плюс-минус одинаково, хвалили, захваливали, недохваливали плюс-минус одинаково, но вот почему-то это очень хороший вопрос, и я бы, если в двух словах сказал, что все индивидуально. Дело в том, что если была адекватная дисциплина в семье, это нормально, Библия за это, и хвалим мы детей, то меньше, то больше. И вот не все, не всегда мы поступаем как бы по книге, правильно? Имеется в виду по определенным нормам, которые существуют. Почему же все-таки это происходит? Вопрос действительно важный. Если человек, несмотря на неправильное воспитание, имеется в виду, где-то родители злоупотребили своей властью, например, и дисциплинировали больше, строже своих детей или ребенка, чем нужно было, если они любили или недолюбливали, то что здесь работает? Я бы назвал два момента. Первое. Я полагаю, что здесь защитой является молитва. Возможно, если родители поступали неправильно, это была молитва бабушки, дедушки, дяди, тети. Если отец поступал неправильно, мама была святым Божьим человеком, она молилась. Молитва – это то, что сохраняет семью. Хотя сказано, мужья, отцы, чтобы они, мужья, поднимали руки, чистые, без гнева и сомнения, то есть они молятся. Это тайная комната отца, но в каких-то случаях отец поступает неправильно, тогда это мать молится. А в целом я бы сказал, что вот в книге «Псалтырь», Псалом 71-20 текст написано, «Кончились молитвы Давида, сына Иесеева». Представляешь, это целая эпоха была. И хотя были переживания у царя Давида и с сыновьями в том числе, кто-то погибал из них, кто-то вел себя неправильно, но в целом этот дом, этот род был благословенным в том числе благодаря молитвам Давида, о которых сказано, что, представляешь, где-то вот в эфире закончились молитвы Давида. Это было ощутимо для духовного мира. Ну и второе, конечно, это род или дом, который благословляет Бог. Мы читаем, что дом или род, в данном случае это взаимозаменяемые термины, Саула ослабевал, а дом или род Давидов усиливался. За счет чего? Бог благословлял. И благословение, ну не хочу говорить о том, который все более и более ослабевал дом Давидов, дом Саулов, а вот Давидов усилился за счет чего? Благословение этого рода. Где-то оно шло, сопровождало. Мы читаем, что до тысячи родов благословляет, да? До тысячи родов. То есть благословение, которое присутствовало, оно молитвы и благословение дома, рода, оно оказывает воздействие на тех детей, которые проходят через различные перекосы в воспитании, там какая-то токсичная среда была, но они прошли и, в общем-то, стали нормальными, и не стали нарциссами. Мы сейчас коротко затронули отцов, которые должны поднимать свои руки без гнева. Ну вот мы часто слышим о такой теме, что нарциссы в церкви, они любят напоминать всем, что муж является главой семьи. И они используют этот текст, чтобы подпирать свое вот это мнение, что они, как говорится, могут командовать беспрекословно. Чрезмерный акцент на текстах Писания. Я хотел бы два из них привести. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». 1 Коринфянам 11, 3. И другой текст, он проводит параллель. Опять та же мысль, но проводится очень важная параллель. Ефесианам 5, 23. «Потому что муж есть глава жены». Это «да и аминь», это библейское учение. «Как и Христос». Как и Христос. И заканчивается текст, и он же глава церкви, и он же спаситель тела. Вот это слово «как Христос – глава церкви, так и муж – глава жены». Это модель христианской семьи. То есть здесь не оставляется места ни для какого самоуправства. Никакой муж не может сказать, «Ты знаешь, ты просто вот находишься под моей властью, что хочу, то и делаю, я имею власть». Да, здесь явно не написано, что муж – глава, жене – глава – муж, точка. Здесь есть еще и вот третья часть, что муж – глава Христос, и даже более этого, Христу – глава Бог. То есть здесь иерархия. И возникает вопрос, если муж не подчиняется Христу, ну здесь это уже не идет речь о христианской семье, то есть эта модель совершенно отпадает. Здесь мы переходим в отношение, например, мужа или жены к неверующему супругу. Правильно же? Да. То есть еще буквально одна строка касательно того, что чрезмерный акцент. Когда мы в церкви говорим о том, что муж – глава жены, мы не должны об этом настолько много говорить, чтобы не формировать у тех, которые не дочитывают до конца этот текст, неправильное понимание. Ну, а вот если неверующие, о чем ты говоришь, с неверующим такая история. Если неверующий муж – все понятно. Первое послание Петра, 3 глава, 1 стих, говорит очень ясно. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову». Да? Не покоряются. Неверующие. «Житием жен своих без слова приобретаемы были». «Когда увидят ваше чистое, богобоязненно житие». «Житием жен своих приобретаются те, которые не покоряются слову». Тут все понятно. Жена верующая, муж неверующий. Если этот текст применяют к семье, в которой одна из сторон является нарциссами, то это неправильно. Вернее, это правильно, но тогда нужно поменять статус. Не может быть один и другой член церкви, но один нарцисс, а другой или другая жертва, и при этом мы как бы… Это неправомерное применение текста Писания. Неправильный столкнул. Конечно. Это вырывание из контекста и, опять же, манипуляция Словом Божьим. То есть здесь нужно либо этого члена церкви, нарцисса, привести в состояние сокрушения и дать ему понять, очень ясно показать, что он неправ, нарушает Божье Слово, и он должен быть наказан церкви, либо признать его неверующим. И неважно, что он является членом церкви. Если он неверующий человек, и это признается, подтверждается, тогда жена приобретает его как неверующего, житьем жен своих. Но боюсь, что даже в этом случае это будет довольно трудная задача, если вообще достижимая, поскольку он является нарциссом. Но хотя бы статус-то поменять надо. Это будет, по крайней мере, честно. Да. Ну, вот основной вопрос, который возникает у жертв, которые уже связаны узами брака, которые уже женились или вышли замуж за нарцисса или нарциску, развод, он непозволителен. В христианской среде, в церкви. Как жить? Ну, я бы назвал несколько пожеланий, которые пригодятся жертвам нарциссов. Неважно, это мужчины или женщины. Те, которые, ну, просто уже должны жить в этих отношениях. Первое, нужно понимать методы контроля нарцисса. Вообще их называют четыре основные. Первое из которых — это проекция. Обвинение жертвы в том, чего она или он не делает. Например, в какой-то, ну, супружеской неверности. Это обычно то, что он или она сами завязаны в этом, и они проекцируют или projecting свои личные какие-то проблемы и так далее на другого человека, накладывая на них все это время. Причем здесь не нужно спрашивать факты. Про факты здесь как бы с его стороны или со стороны нарцисса речь не идет. Просто вот это есть. И все. Со стопроцентной уверенностью вот, что это на самом деле как бы присутствует. Знание того, кто вы есть, вот вы как жертва, поможет вам выжить, живя с нарциссом. Часто нарцистический мужчина пытается направить свою модель поведения на здорового человека, жену или там близкого, сестру или с кем соприкасаются, заставляя нормальную женщину сомневаться в том, адекватна ли она. Все идет на то, чтобы вот целостность того, кем человек является, просто потихонечку вот это все от... Да. И раздавить, по сути дела. И чтобы ничего не осталось. Абсолютно. А то, чтобы контролировать потом полностью. Второе метод контроля нарцисса — это изоляция. Когда отрезаются вот сами жертвы, которые страдают от семьи и друзей через ее вину, стыд и обвинение. То есть постоянный идет прессинг, словесный, эмоциональный. И показать важно, допустим, такому нарциссу или нарцисске, что вот вторая половина ненормальная, и винить в том, чего нет на самом деле, вызывает чувство виновности. И, конечно же, обвиняя семью, обвиняя близких там друзей, подруг, то есть тот круг здоровый, в котором жертва находилась до связи вот с этим нарциссом или самцентом. Все то, что помогает человеку чувствовать себя крепше, целостней, и просто как нормальным человеком все это потихонечку один за другим отбрасывается в сторону, чтобы в итоге была полная изоляция. чтобы в какой-то момент вы не протянули руку и не попросили помощи у тех, которые... Полная зависимость на нарцисс. Полная зависимость от нарцисса. Нарцисс часто обнаруживает, что вокруг его жертвы есть другие люди, здоровые, нормальные, и медленно, но верно дистанцируют, чтобы даже вот и близко не было ни малейшего внимания со стороны этих людей, и чтобы эти люди не усомнили жертву в ненормальности нарцисса. Да, чтобы не сказали, ну вот вообще-то твоя ситуация какая-то ненормальная. Да, да. И, в общем-то, наконец, четвертое — это щедрость. Нарцисса, он стремится показаться другим людям, ну, таким хорошим человеком, да, что позволит ему относиться неправильно, ну, даже ужасно, давай более прямо скажем, ужасно относиться к своей жертве. Зато, опять-таки, вот этот контраст, его картинка для других людей просто, ну, такая, без сучка и зазоринки, вот, и поэтому все верят, все окружение, он как бы на это опирается, он может даже упрекать его или ее жертву в том, что, смотри, вот, вот, вот все, вот целый хор там, как говорится, тех людей, которые рядом с ним и которые будут за него, да, он приглашает своих друзей отдохнуть, он дарит дорогие подарки. Это способ держать людей рядом на своей стороне, покупая их. Именно. Ну, основное, пожалуй, что нужно научиться делать, это устанавливать психологические границы. Жертва должна этому научиться для того, чтобы жить, даже не просто выживать. Да. Ну, все-таки, вот, если более конкретно по советам, как жить с нарциссом? Я бы сказал, что не нужно вести с нарциссом серьезных разговоров. То есть, нужно установить четкие границы. Есть темы, о которых вы не должны говорить. Если вы заговорили на какую-то тему, вы знаете, что это обернется очередной ссорой, скандалом, наверное, более точно, и опять-таки вы будете побиты внутри. вы должны научиться полностью контролировать разговор, чтобы убедиться, что вы держите фокус внимания буквально на всех вещах, о которых говорите. Это погода, то, как прошел день и так дальше, визит к врачу в такой-то день или что там кто-то из знакомых купил новую мебель и так дальше. Вот те темы, на которые вы можете говорить и, соответственно, есть табуированные темы, на которых вам говорить просто не следует. Разговор с нарциссом не может идти глубже, чем это. Если хотите более глубокого разговора, вам нужно делать это с другими людьми. Найдите тех, кто близок к вам, людей, которым вы можете доверять. Если вам приходится проводить много времени со своим нарциссом, устроите себе небольшой период детоксикации. Займитесь чем-нибудь приятным для вас, будь то любимая книга или какое-то упражнение, ну, еще что-то. Что-то, что подбодрит дух. Но никогда не открывайте нарциссу своих слабостей. Если можно было бы это подчеркнуть, такой, знаешь, очень жирной, красной линией, я бы это сделал. Никогда не открывайте слабостей вашим нарциссам. Они этого не поймут и будут использовать против вас и, что важно, презирать вас, считая, что вы сдались. Да, вот это человеческое, как говорится, приоткрыть душу, как-то разделить с другим человеком, это просто нереально. В этом случае это запрещено. То есть от этого вы будете просто сами страдать и ничем это хорошим не закончится. Ну, продолжая эту тему, можно было бы сказать еще несколько советов, это на что я имею право. Вот я бы так просто на вашем месте выписал, да, где-нибудь на листочке бумаги, на что я имею право и на что не имеет права он. И просто выписать. Ну, с разных сторон. Ну, не хочется как бы сразу к закону идти, да, закон страны, в которой живем. Ну, вообще, вот, законное право. Поскольку речь идет уже не о том, что вы договоритесь. Договориться практически в этом случае, пожалуй, невозможно, ну, давай скажем, почти невозможно. Поэтому вот эти права, его, то, что он имеет права, и ваш, выпишите. Второе. Коррекция ожиданий. Жертва нарцисса должна, ясно, он или она, должны сформулировать реалистичные свои ожидания. То есть, что вы ждете? Вы ждете, что он через год изменится? Нереалистично. Вернее, это реалистично с точки зрения Бога, но чисто вот так вот по-человески, без каких-то благодатных усилий. Но это будет чудо. Да, это будет чудо. Все правильно. Это то, что... Сверхъестественно. Точно так же, как Бог чудесным образом вмешался в помутневший разум рассудок Навуходоносора. Да. Вот. То есть, по идее, это не должно было произойти, но Бог силен делать и называть несуществующие как существующие. Поэтому здесь вот напишите ваше, что вы ожидаете. Если вы хотите идти к чуду, вы должны оснастить себя благодатными средствами, такие как пост, молитва. Написано, много может усиленная молитва праведного. Возможно, собрать круг друзей, близких, которые будут вместе с вами вопиять к Богу. И вот этот стук в небо будет услышан. Ну, еще можно сказать, что третье, пожалуй, будет... Это коррекция ваших реакций. Если вы обороняетесь, это запрещено. Ну, что значит запрещено? Не запрещено, конечно, можете делать, что вы хотите, но это не работает. Конечно. Это вызывает радость у нарцисса. Все, что он или она говорит, это триггер. Он или она пытается вас вывести из вашего уравновешенного состояния. То есть, вообще нормально для человека защититься. Например, кто-то кого-то в чем-то обвиняет, ну да, ну, говорит, нет, это не так. Нет, это не так. И аргументации, и прочее, прочее. Если вы хотите защищаться от каких-то нападок, вы должны понимать, что это работать не будет, оправдываться работать не будет. Это больше вы где-то открываете вашу душу, как мы уже отметили. Не следует это делать. Почему? Потому что вы никогда не выиграете в этой игре. Не втягивайтесь в игру нарцисса. Потому что нарциссы спорят, как юристы. вся аргументация. Почему им верят? Ну, во-первых, они себя так позиционируют, они идут и милые, они могут быть и такими прямо чуть ли не жертвами в глазах кого-то. То есть, это, опять-таки, склонность к манипуляции. Но аргументация будет просто как с пулемета. Да, все выстроит. И тексты Библии будут, и все, что надо. И вот здесь вы просто не можете победить, поэтому даже на эту тему не беспокойтесь. им нравится спор ради спора, поэтому не спорьте с ними. Следующее, четвертое, это изучение его и ваших возможностей, его и ваших потребностей. То есть, если вы знаете, что вы можете, вы уже подумали в отношении ваших прав, ну, посмотрите на ваше расписание, возможно, что-то является как раз тем, что вы можете делать, вы это можете делать. Может быть, потому что вы смотрите за детьми, например, вот это, или потому что вы на работе находитесь, ну, то есть, ваша особенность вы можете. Используйте, знайте его также возможности и учитывайте это также. Пятое, отмечать его хорошие стороны и восхищаться. Ну, это нужно делать правдиво. Конечно, с учетом того, что вы знаете, что вы имеете дело с нарциссом, это очень сложно делать. Но все-таки, коль скоро вы соединены в браке и у вас есть определенная автономия для того, чтобы вы выжили, мы уже говорили об этом, что это круг ваших друзей, подруг, близких, родственников, которые помогают вам ментально сохраниться и оставаться личностью, а не просто раздавленной какой-то, ну, извините, массой, то, несмотря на это, вы остаетесь в браке. То есть, вы же не можете, ну, просто никак не говорите, вы не можете никак не коммуникировать, то есть, вам нужно соприкасаться, вы остаетесь в браке. Так вот, находите то, находите то, что какие-то хорошие, но они же есть, в конце концов, они же есть. Что-то такое, чем вы можете восхищаться, восхищайтесь этим, но делайте это, пожалуйста, правдиво. Шестое. нужно распознавать свои чувства любая неуверенность себе это плохо если вы не уверены в контактах с нарциссом ваша неуверенность расценивается как слабость это значит вас нужно давить но и для того чтобы этого не происходило делайте все то чем вы дорожили распознавайте ваши чувства у вас есть то что чем вы дорожили старайтесь это делать если позволяет вам вот его и ваши возможности его и ваши потребности седьмое кстати все поведение нарцисса или большинство поведения нарцисса по поводу к своей жертве идет на деструктивное вот как говорится отщипнуть это отщипнуть это чтобы в итоге осталось ноль поэтому вот вот эти моменты которые наоборот они как говорится ну вдохновляют нас или или вот помогает нам чувствовать себя самими собой или помогают нам расцвести душой можно сказать вот эти моменты для контр баланса это просто необходимо просто чтобы выжить в браке с нарциссом друзья огромное спасибо всем которые выходили на связь те которые писали свидетельства писали и делились более того кто-то просил помощи с божьей помощью мы хотим оказывать такую такую поддержку для всех которые оказались жертвами нарциссов но очень важно это чтобы вы понимали что вы нормальные потому что именно в этом вас хотят усомнить нарцисс будет добиваться он или она будет добиваться что вы ненормальные вы неадекватные вы нормальные пожалуйста услышите вы нормальные но обязательно седьмое поддерживайте связь с родными друзьями вы должны сократить его контроль над вами это связь с вашими родными как бы это точно не положительное влияние конечно то есть как бы никакой бы давление не оказывал нарцисс постараясь но отсоединить или отдалить дистанцировать вас от ваших родных друзей хороших здравых но сохраняйте вот это очень важно для вас ну и взаимодействие с ним должно быть или с ней должно быть по данности пришел домой злой или злая реагируйте на это не руководствуйтесь тем что было день назад или два дня назад потому что в контексте всей вашей скажем супружеской жизни вам точно не удастся правильно отреагировать на данный момент то есть вот сейчас то произошло реагируйте на это радостный пришел ну радуйтесь радуйтесь никогда не в комплексе прошлого и тем более не с ожиданием на будущее вот такой момент в плане вот этих границ личных каких-то основных человеческих прав какой совет тем людям вот например я не знаю там там ну вот происходит вот это вот перешли границу как на это реагировать ну как уже я говорил что вступать споры в какие-то там доказательства ни в коем случае не нужно но должны быть границы их нужно отстаивать но как их отстаивать отстаивать то есть вот это то что я делать не буду поскольку вы восхищаетесь им в каких-то случаях поскольку вы что о чем тут еще говорили отмечали какие-то хорошие стороны да вы отмечаете хорошие стороны вашего нарцисса от того что вы ну выполняете ваши опять-таки какие-то обязательства там домашние и прочее то все-таки границы которые остаются но вернее должны оставаться на них нужно стоять то есть если у вас никаких границ нет это беда но это значит что у нарцисса цель достигнута вы растоптанная вы растоптанная и так вот к примеру вот мы говорили о концерте да вот скажем к примеру человек жертва хочет поехать там на встречу с друзьями или там на концерт какой-то и в этот момент нарцисс своей классической такой натуре просто решит решает испортить весь вечер и не пускает свою жертву на этот концерт что делать жертве я понимаю что жертва но мы даже это слово используем но не только мы вообще она используется как бы в современном мире касательно нарцисс нарциссизма здесь сложно действовать самой жертве здесь нужна наша помощь в церкви со стороны служителей вот почему мы и в прошлом выпуске говорили что нам нужно изменить отношение к проблеме нарциссизма и эта позиция должна быть против нарциссов из-за жертву поэтому при поддержке служителей это может быть откорректировано и отчетливо проставлены границы дозволенного или не дозволенного но скажем так если служитель беседует и он определяет что проведя диагностику что перед ним нарцисс он должен действовать соответствии с этим то есть нарушаются элементарные тексты писания по отношению к жене или это к мужу опять-таки нарушается требование вот всякий гнев крик раз ярость должны должны быть удалены это присутствует то есть когда диагностика проведена и ясно что есть то что должно быть откорректировано служителем это нужно делать и это поможет жертве оставаться в пределах ее свобод по хорошему по-доброму тут мы не каких-то там заоблачных там мечтаниях если жертва в чем-то поступает неправильно например уже где-то утратила нормальную христианскую лексику где-то какие-то ответки дает в адрес своего нарцисса или нарцисски конечно здесь тоже жертве нужно покаяться и нужно встать на позицию божьего слова жертва не имеет права нарушать божье слово не над ней ввиду того что слово боже нарушается нарциссом или нарцисской это не оправдывает нисколько нашего неправильного отношения скажем если мы оказались на позиции жертвы почему это важно потому что бог будет действовать тогда и там где мы верны его слову где мы сами не нарушаем его есть такой текст писания интересный где очень открыто говорит автор одной из книг библии говорит ты-то и сам смотри ты где-то говорил да вот здесь нужно просто проверить и тогда когда все проверено и жертва нарцисса остается в пределах божьей истины текст требования писания когда есть помощь со стороны служителей я думаю что таким образом при божьем содействии при содействии служителей церкви мы можем справиться с этой проблемой да аминь